Время новостей на телеканале Губерния 33. Для вас работает информационная служба в студии Виктор Тихонов. Здравствуйте! В этом выпуске только главные новости и реальные события. Подробности далее. Владимирская область вошла в число экономически здоровых регионов России. Топ самых быстро развивающихся субъектов страны составили эксперты рейтингового агентства «Эксперт» и фонда «Росконгресс». Согласно приведенным данным, в прошлом году у Владимирской области отмечался рост реальных доходов населения. Он составил 4,7%. В результате 33-й регион попал в лидеры наравне с Москвой, Тверской областью и Дагестаном. В целом эксперты отличают улучшение состояния экономики на территории всей страны. Этому способствовали сразу несколько факторов, в их числе замедление инфляции, снижение ставок по кредитам, умеренный рост зарплат, а также активность строительного сектора. Администрация города Владимира отказалась принимать и рассматривать заявления от представителей бизнеса на получение статуса социального предприятия. Сегодня это единственное муниципальное образование региона, которое не заключило соглашение с Департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг. При том, что в областном центре сосредоточено 38% всего регионального бизнеса. За государственной поддержкой ежегодно обращается значительная часть предпринимателей. Поскольку мэрия отказалась принимать заявки, чтобы не лишать предприятия этой возможности, в профильном департаменте приняли решение направить желающих в центр «Мой бизнес». Он расположен в здании администрации региона на Октябрьском проспекте. Более тысячи бизнесменов из Владимира уже получили здесь помощь. 92 предприятия областного центра воспользовались инжиниринговыми услугами на сумму более 14,5 миллионов рублей. Всего за прошлый год владимирские предприниматели получили помощь на сумму 177 миллионов рублей. Это почти 40% от общей суммы средств, выделенных на поддержку бизнеса 33-го региона. Сложилась такая ситуация, что единственным муниципалитетом, который отказался подписывать данные соглашения, является администрация города Владимира. Но мы нашли выход из этой ситуации, поэтому мною принято решение, что предпринимательское сообщество города Владимира может обращаться напрямую в центр «Мой бизнес», который находится в Белом доме на первом этаже, в ход со стороны фонтана, Октябрьский проспект 21. Специально выделенный сотрудник центра «Мой бизнес» принимает заявки, помогает в заполнении форм и принимает решение о направлении заявки на комиссию в департамент предпринимательства. Власти Владимира и энергетики не могут договориться и решить судьбу здания бывшей котельной в Перекопском городке. А территория эта очень беспокоит местных жителей. Ведь здание сейчас находится в запущенном состоянии и стало местом ночлега для людей без определенного места жительства. Иван Стариков разбирался в ситуации. Во Владимире есть место, где до комфортной городской среды еще далеко. Возле заброшенного здания на улице Перекопский городок устроили свалку бытовых отходов. И, судя по одежде, остаткам еды и мебели, здесь даже живут люди. Бездомные живут рядом с домом номер 2 по улице Перекопский городок уже не первый год. Теплые трубы и возможность укрыться от непогоды привлекают граждан без определенного места жительства. Они приходят сюда ночевать, жгут костры, чтобы приготовить еду или просто согреться. Такое соседство не устраивает Владимирцев. Крыша рушится, стена вон там тоже рушатся, там костер жгут по ночам, иной раз бомжи. Но наши мужики бывают, там их выгоняют, какое-то время их не бывает, там потом опять появляются. Конечно, надо принимать какие-то меры. Злачное место вызывает беспокойство и у родителей. Рядом со свалкой расположен детский сад. Сквозь дыры в заборе видно все, что происходит на помойке. И эта проблема, она уже вот сколько мы лет здесь живем, столько лет она существует. Причем в зимнее время, если люди такого статуса как-то утихомириваются, их не так видно, то летом это полнейший беспредел, потому что они и валяются там, и в туалет ходят, и все такое. Территория бывшей котельной – муниципальная собственность. По договору аренды с мэрией, компания «Владимиргортеплосеть» использовала ее в качестве центрального теплового пункта. В прошлом году его вывели из эксплуатации, все оборудование вывезли. Вход на территорию теперь свободный. Там все открыто. Настя, заходи, бери, что хочешь, ходи, что хочешь, то и делай, то и делай. Они вот этот резерв наш, как говорится, могут и разрушить. И бомжи, и дети, да и хулиганов достаточно, которые ходят там, понимаешь, тоже разваливают потихоньку все. Во «Владимиргортеплосети» пояснили. Они построили новый тепловой пункт. Но, несмотря на это, коммунальщики вынуждены следить за развалинами. Договор аренды мэрия не разторгает. Нами принято решение, что мы это будем устранять, данные замечания. То есть, это дыры в заборы мы ликвидируем. Дополнительно будем контролировать периодически отсутствие именно лиц, без определенного места жительства. При необходимости будем обращаться в правоохранительные органы для того, чтобы удалять их с той территории. Совместно с городским управлением, муниципальным имуществом, компания «Владимиргортеплосети» составила акт о необходимости демонтажа бывшей котельной. Но мэрия считает, что сначала арендатор должен навести порядок на объекте. Давайте мы определимся. Вы, пожалуйста, не распоряжайте с уважаемым консессионером муниципальной собственностью. Муниципалитет сам решит, сносить его или не сносить. Если это здание сейчас вам не нужно, приведите его в порядок, пожалуйста. Или, например, передайте муниципалитету новый тепловой узел, который, насколько я знаю, имя построен, собственно говоря. Приводить в порядок развалины во Владимиргортеплосети считают бессмысленным. Компания планирует отказаться от соглашения аренды в связи с аварийным состоянием имущества. До разрешения ситуации жителям остается только обращаться в полицию. Иван Стариков, Андрей Беляков, Губерния, 33. В Александровском районе пришлось эвакуировать дачников из деревни Мостищево, которые приехали отдохнуть на праздничные выходные. Спецоперацию провели сотрудники муниципального поисково-спасательного отряда. Из-за разлива реки Кубарь люди оказались отрезанными от большой земли. Под воду ушел единственный мост, по которому можно было выехать из деревни. Всего сотрудники Александровского муниципального поисково-спасательного отряда эвакуировали пятерых москвичей. Еще семь дачников от помощи отказались. Они остались в деревне. Как утверждает староста Мостищево, собственники домов последние несколько лет неоднократно обращались к местным властям с просьбой построить здесь новый мост. Действующие переправы не отвечают современным техническим требованиям и ежегодно не справляются с весенним половодием. Случайный прохожий. 7 марта спас жизнь ребенку в Александрове. Школьник решил сократить путь домой по реке Серая и провалился под лед. Сегодня на пресс-конференции в региональном управлении МЧС рассказали, что это не единственное ЧП, которое произошло на водоемах области. У нас за прошедшие праздники, конкретно 7 марта, произошло два происшествия на водных объектах. Один в городе Александрове и другой в Кольчугино, где под лед провалился в Александрове ребенок 2009 года рождения. И в Кольчугино мужчиной переходил пруд некрасовский, провалился. До 15 апреля в области проходит акция «Безопасный лед». Спасатели проводят рейды на водоемах. Подъем уровня воды в них на сегодняшний день составляет порядка 16 сантиметров. В зоне подтопления находится около 30 населенных пунктов. Там проживают 4,5 тысячи человек. Сегодня в Ленинском городском суде завершилось рассмотрение иска городской больницы номер 6. Вдова пациента, который умер в медучреждении от малярии, через суд решила призывать к ответственности врачей и получить материальный и моральный ущерб с больницы, в которой скончался ее муж. Руководство больницы все-таки признало, что ее сотрудники оказали некачественную медицинскую помощь жителю областного центра. Чем закончился суд, расскажем далее. Подать иск в суд против медиков вдова умершего в больнице пациента решила сразу после трагедии. Мужчина обратился к врачам за помощью после возвращения из Африки. По словам женщины, она предупреждала врачей, что ее муж мог заболеть малярией. Более того, в семье было лекарство от этого заболевания. Но врачи не сделали необходимые анализы. В итоге мужчина умер. Сегодня на суде представитель 6-й горбольницы признал вину медиков. Врачебская больница номер 6 Владимир признает некачественное оказание медицинских услуг в части выявленного дефекта, а именно несвоевременное проведение или своевременное получение анализа крови на малярии. Не имеющего прямой причины следственной связи с наступлением смерти Попова. Вдова и ее представитель требовали, чтобы медучреждение выплатило компенсацию морального вреда 3 миллиона рублей. И компенсировало расходы на производство и установку мемориала стоимостью 390 тысяч рублей. Адвокат из ЦАП представил финансовые документы и пригласил в суд в качестве свидетеля представителя компании, которая изготовила памятник. С благоустройством изготовления памятников идет от 100 до 600 тысяч рублей. То есть, в принципе, здесь сделан не только памятник, здесь сделано благоустройство захоронения на одного человека. Адвокат медиков просил суд не выплачивать женщине деньги за производство и установку памятника и значительно сократить размер компенсации за моральный ущерб. В итоге суд частично удовлетворил требования вдовы и обязал больницу номер 6 выплатить деньги. 1 миллион рублей в качестве моральной компенсации, 215 тысяч за нанесенный материальный ущерб. И та сумма, которую мы заявляли, она все равно не покроет никогда тех невосполнимых расходов и той утраты, которую понесла мой доверитель истец. Опять же, сторона ответчика предоставила сведения уже в вторую часть судебного заседания о достаточно плохом материальном положении ответчика, что и горбольница. В целом решение суда истца удовлетворила. Вдова пациента и ее представитель посчитали его законным и обоснованным. Учитывая все обстоятельства дела, обжаловать вердикт потерпевшая сторона не будет. Олег Афанасьев, Егор Герасимов, губерния 33. В Владимирской области открыто горячее рение по коронавирусу. Жители региона будут консультировать специалисты Федеральной службы Росподребнадзора. Звонки принимают диспетчеры единого консультационного центра. Все вызовы с мобильного или городского телефонов бесплатные. Также жители региона могут узнать о симптомах коронавируса и мерах профилактики, позвонив на горячую линию Департамента здравоохранения администрации области. Задать свои вопросы можно в будние дни с 8.30 до 17.00 часов. Узнали все секреты актерского мастерства и побывали в Закулисье. Волонтеры культуры посетили Владимирский драмтеатр. Студенты планируют помогать учреждению в организации массовых мероприятий, а после окончания учебы некоторые готовы прийти туда работать. Подробности в сюжете Григория Кошкина. В драмтеатре проводят экскурсию для 20 волонтеров из вузов и училищ региона. Ребятам показывают, как устроена работа театра изнутри. Волонтеры интересуются, в какие сроки и как дизайнеры создают наряды для театральных постановок. И что происходит с реквизитом после спектаклей. Суть нашей работы такова, что мы смотрим эскизы, обсуждаем с художником. Тонкости какие-то. Идем покупаем материал, потом делаем лекала и ищем. В составе регионального волонтерского центра больше 200 участников. Средний возраст добровольцев 19 лет. Волонтеры стараются не пропустить ни одного события в культурной жизни региона. Все волонтеры начинают с того, что им хочется познакомиться, пообщаться. А потом, когда они входят в это движение, они понимают, что это нечто большее, что в этом есть какой-то высший смысл. Но ты соприкасаешься с культурой и начинаешь чувствовать, что есть вещи, которые ты раньше не замечал и не осознавал, насколько они важны. Теперь для волонтеров нет тайн. Они увидели, как рождаются декорации и как реквизит готовят к спектаклю. Знают волонтеры теперь, как из обычной фанеры сделать сугробы, очень похожие на настоящее. Это перейдет к художникам. Они уже здесь будут делать напыление, объемы создавать. Мастера в театральных цехах признались, что мечтают об учениках. Студентам предложили попробовать себя в роли художника-декоратора, швии и столера. Так они показывают, например, свои архивы, показывают какие-то должности, как люди работают на местах изнутри. Когда ты со всем этим прикасаешься, ты можешь увидеть, что да, это то, что мне нужно, то, что мне интересно, я хочу здесь остаться. То есть по многим цехам, где мы проходили, нам предлагали то, что приходите. Везде нужна молодая смена. Главная миссия волонтеров Добровольческого центра – помогать творческим коллективам региона в реализации проектов. Также добровольцы могут придумывать и свои ивент-события. Мы с добровольцами будем посещать учреждения культуры нашей Владимирской области с целью знакомства, как они работают, что у них есть интересного, чтобы ребята узнавали больше о наших учреждениях. В дальнейшем же наши ребята здесь будут помогать, это им тоже будет очень важно. Волонтеры культуры помогают Владимирскому драмтеатру уже второй год. Особенно цена помощь молодых людей во время проведения детских представлений. Когда в зале аншлаг, малышам надо помочь даже просто найти свое место. Детей очень много, и волонтеры помогали нам для того, чтобы был порядок. И самое главное, чтобы дети почувствовали, что о них заботятся, что их любят, что их рады видеть. Практически персональное внимание. После знакомства новобранцев с закулисной жизнью, ребятам предложили помочь с организацией еще одного события. Волонтеров в областном театре драмы ждут 17 марта на поэтическом конкурсе «Победа навсегда». Григорий Кошкин и Олег Маньков. Губерния 33. Более 50 тысяч добровольцев выразили желание помогать в проведении Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Заявки на участие в проекте принимаются на портале Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В нашей области движение представляет 600 добровольцев. В течение всего года они проводят мероприятия для школьников и студентов, помогают ветеранам, благоустраивают памятные места и воинские захоронения. Волонтеры Победы в Владимирской области являются организаторами акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика». Жители региона могут присоединиться к Всероссийскому движению. Для этого надо зарегистрироваться на сайте «Волонтеры Победы РФ». Все добровольцы пройдут специальное обучение на мобильной платформе. Разработан единый стандарт подготовки волонтеров. Участникам проекта не только рассказывают о том, чем они могут быть полезны, но и об истории Великой Отечественной войны. В областном центре прошел конкурс «Краса народов земли Владимирской-2020». Его участницами стали представительницы национальных диаспор 33-го региона. Девушкам пришлось соревноваться в творческих, интеллектуальных и кулинарных конкурсах. Свою красавицу во время интернет-голосования выбирали и жители области. Все подробности у Татьяны Гордеевой. За победу в конкурсе соревновались 10 красавиц. Возраст участниц от 16 до 33 лет. Конкурсанткам надо было не только поразить зрителей и жюри своими внешними данными и сообразительностью. Главное – показать уникальность своего народа. На первом этапе конкурса каждая девушка должна была представить себя на родном языке. Хайрли Кэн, Кадрли Дуслар. Добрый день, дорогие гости. Дания Хариддинова уже не первый раз участвует в конкурсе «Краса народов земли Владимирской». Девушка представляет республику Татарстан. На суд жюри Дания представила национальное блюдо чак-чак. Башня Сюембике. Я про нее буду рассказывать легенду, и поэтому в продолжение моей легенды я решила приготовить чак-чак в виде башни Сюембике. Татары – это очень дружелюбный, очень гостеприимный народ. Вот. Девушки покорные, послушные, но с небольшой хитринкой. Для Кристины Юсуповой из Дагестана сложнее всего было подготовиться к этнографическому этапу конкурса. Девушка решила рассказать притчу о том, как мудрый отец заставлял вспыльчивого сына вбивать в столб гвоздь всякий раз, когда он разгневается. В конце этой притчи сын научился сдерживать свой гнев, и в столбе не осталось ни одного гвоздя. И вот когда сын уже радостный сообщил, что у него все получилось, отец ему говорит о том, что вне зависимости от того, сколько бы раз ты потом не извинялся, сколько бы раз ты потом не пытался вытащить эти гвозди обратно, шрам он все равно остается. Самой юной участнице конкурса – Сатинеда Дарян – всего 16 лет. Девушка еще учится в школе, но уже готова посоревноваться с более опытными участницами и в танцах, и в кулинарном искусстве. Блюдо называется гапама. Гапама – это сладкая фаршированная тыква. Данное блюдо является деликатесом в армянской кухне. Меня никто не учил, я просто иногда смотрела, как бабушка, мама готовит, и мне нравится готовить сам процесс. Победительницей конкурса стала 20-летняя Велина Валетова из Калмыкии. Студентка юридического института в СИН не только получила высокие баллы за все конкурсы, но и поразила жюри своими вокальными данными. Для нас это очень важно, чтобы в городе Владимире были женщины, наделенные такой красотой. Ну, они, по-моему, такие и есть в нашем городе, потому что он у нас необыкновенный, самый красивый город на земле. Приз зрительских симпатий по итогам голосования на сайте Дома культуры молодежи достался россиянке Диане Пастновой. Ей и другим победительницам организаторы конкурса подарили ювелирные украшения. Татьяна Гордева, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33. В Владимире сегодня начались соревнования Центрального федерального округа по спортивной гимнастике среди мужчин и юниоров. 150 спортсменов из 14 регионов сразятся за звание лучшего, чтобы попасть на первенство страны. Подробности далее. Владимирская область на чемпионате ЦФО представляет сборная из 24 спортсменов. Это лучшие гимнасты региона среди юношей, юниоров и мужчин. Для достижения высоких результатов тренировкам приходится уделять по 8 часов в день. Выдерживают не все. Самое главное перед соревнованиями не получить травм. Бывает и перед соревнованиями, и ногу подвернем, и заболеем бывает. Один мальчик сейчас выступает. Как раз только вчера температуру сбили. Сегодня уже в строю. Рвется. Рвется все выступать. Ребята тоже хотят. У них большое желание. Иван Атанихин приехал на соревнования из Обнинска. Гимнастикой занимается уже 12 лет. Он кандидат в мастера спорта. Во Владимире выступал уже несколько раз. В прошлом году занял первое место в командных соревнованиях. К состязаниям начал готовиться за два месяца. При этом успевает и учиться в школе. Иван – твердый отличник. Хочу сказать, что школа очень тесно связана со спортом. И успехи спортсмена, если говорить о спортсменах, очень тесно связаны с учебой. Потому что нельзя быть успешным в спорте. И совсем не учиться тоже неправильно. В спортивной школе имени Николая Толкачева воспитано 11 олимпийских чемпионов. Многие из них стали тренерами. И сейчас помогают гимнастам занимать призовые места. У нынешней смены есть все шансы на победу. Мы на этих соревнованиях очень удачно выступаем. И я думаю, что будем бороться, конечно, за первое место среди мужчин. И ребята, которые юниоры, мастера и кандидаты. И ребята первого разряда. То есть они достойно выступят на этих соревнованиях и попадут на первенство России. Чтобы отобраться на первенство и чемпионат России, нужно безупречно выполнить всю программу. Набрав максимальное количество очков и в личном зачете, и в командном. В список лучших попадут по итогам состязаний 45 человек. Соревнования пройдут в Пензе в апреле. Иван Стариков, Андрей Беляков, Губерния 33. На сегодня это все новости. Еще больше информации на нашем сайте trc33.ru. Не переключайтесь и сразу после выпуска новостей смотрите программу «Здесь и сейчас». Ее ведущий и мой коллега Илья Архипов уже в студии. Илья, добрый вечер. Расскажи, о чем сегодня будет идти речь в программе. Вечер добрый. Об участии некоммерческих организаций в работе социального сектора поговорим через две минуты. Оставайтесь с нами.